Прозвучался стоп и начался второй тайм. Кадаковский пробрасывал, пробовал обыграть. Основатым для обыгрыша было и сейчас аут для сокера. Конечно же, слышно было нам отчасти то, чем недоволен в игре и вообще тактикой. Клайматицкий на Зарицкого, Зарицкого-Добровки на Масиенко. Роман благодарит за данную передачу, но больше не получилось выжить. Троян на Зарицкого. Александр на Масиенко, на Лазарицкий. Выигрывает здесь все-таки в этой сумбурной борьбе. Неизбежность в мяч выдряпывать, я бы даже сказал. Выцарапывает. Попытка высокого прессинга, скромного высокого прессинга от сокера. Забирает тут же мяч. Контроль особо чем-то не закончился. Аут. Зарицкий. Гульматицкий на Зарицкого. Классный перехват от Ходоковского. Тут же сориентировался, сыграл точно на Рудышин. На Рудышин уже в стенку отыграть своего партнера не смог. Разыграли быстро. Рудышин. Лапушанский фиксирует. Брасывает на Масиенко. А вот уже потеряла скорость эта атака. Остановился там Роман. Поэтому и не увидели продолжения какого-то продуктивного. Фол. Матюша. Матюша. Пробивает прямо в стенку. Лапушанский. Отмечен. Однозначно для Ткачав. Осиюк. Какой-то сумбур у нас наблюдается. И Ходоковский. Рудышин. Какой прекрасный момент. Похлоп это было. Не Ходоковский отдавал как раз потенциально голевую передачу. Осиенко. Гульматицкий. Есть в разрезе Зарицкий. Догонит ли? Догоняет. Есть. Вот так. Каркас выручает сейчас в данный момент неизбежность. Зрячо пытались воспользоваться атакой. Ткач. Матюшанский на трояна. Сечкарь на Рудышина. Масьенко отбирает мяч по итогу. Не дают Зарицкому обработать. Дальше. Не дают Зарицкому обработать. Первая игра. Антон Лопошанский на Масиенко. Роман видит передачу можно Одногромного, а Дэна Хульматицкого. Даже не знаю, может быть, лучше было бы играть на Дмитрия, как раз который слева был совершенно один, его никто не накрывал. Дэна Хульматицкий. Отвел судья стенку. Ау для Сокера. Первые пять минут второго тайма просто без изменений прошли, я не знаю. Причины, конечно, какие сейчас и почему не уклеится игра у Сокера, но во всяком случае есть трудности сейчас. Есть трудности и по скорости, и по какой-то завершающей передаче, поиске этой завершающей передаче. Поэтому, конечно, однозначно пока ответ за неизбежностью чуть интереснее смотрится, острее. Но хватит ли им сил играть в такой футбол, и во втором тайме это уже вопрос. Зарицкий. Александр скрывает корпуса мяч. Классно пошел в обу крыши и свалили на него. Да, ну что удивляет, у нас только лишь одна была карточка желтая. Хотя фолы местами бывают достаточно неприятными, и, конечно, они тянут на усмотрение в любом случае судьи. Будет выставлять стенку сейчас Дмитрий. Кач очень точно. Матюша. Лопушанский просто надежность показал настоящую вратарскую. Зарицкий. Диагональ на Кульматицкого. Как-то готовы к этим линейным прострельным передачам неизбежности, и не удалось разрезать оборону. Интересно, конечно, подготовились к этой игре. Павлюк. Зарицкий. Непростая задача Сокеру вырваться вперед, но индивидуальной игрой можно найти в любом случае какие-то ключи, где будут ошибки в обороне. Попытка Владимира Кульматицкого технично сыграть. И тут на война сразу проиграет. Хохлов к этой передаче, конечно, вряд ли имел отношения. Попробуй зацепись. Троян. Зарицкий. И тянет это на фолл. Да и никто не открывался под Александра, если честно. Да, он обработал данную передачу. А куда сбрасывать? Кому? Троян на Кульматицкого. Владимир снова на Владимира. Ткач очень точно вбрасывает на Сичкаря. Ну, раскачать там Валерия не совсем получилось. Скорее себя раскачал здесь Сичкарь, хотя движение в перспективе от Алексея было очень хорошее. Я не знаю, как там Валерий не повелся. В каком-то невероятном хладнокровии Антон Лопушанский забирает мяч у Свидерского. И зачем друг друга провоцируют? Ведь есть уже желтая карточка у третьего номера. Зачем ему быть в центре событий? Очень полезный игрок, но эмоции могут забрать свое. Троян. Резрез Назарицкого. Ткач. Это не точный заброс. Тульматицкий. Павлюк. Удалось как-то корпусом дозакрыть Валерию, но местами, по-моему, уже очень спокоен Валерий. Зарицкий на Павлюка. Троян. Кульматицкий. Уже очень много один в один борьбы наблюдается Сокера и неизбежности. А удивить какой-то комбинацией, видим, сложно Сокеру сегодня, их соперникам. Троян. У Кульматицкого. Павлюк. Троян. У Кульматицкого. У Кульматицкого. У Кульматица. Зарицкий. Вот сейчас некий такой провал контролирует, а больший мяч именно в Сокер. Ну, тайм-аут. Зарицкий. Зарицкий. Матч после таймаута Есть как-то это план на игру Завершающее время Оставшийся для Сокера Минимальный счет, я напомню Минимальный, друзья, 1-0 Зарицкий Играет на тройна Снова Зарицкий Читается этот пас Владимир еще куда отдать передачу Кульматицкий Снова Троян Вот это уже похоже на Сокера И красивый момент был только что Главой Пытается поднять градус игры сейчас Выше Сокер Понятно почему Да ой, Оси Юг считает, что Кульматицкий там Немножко руками позволял себе Лишнее Кульматицкий на тройна И выше Это выше, друзья Кач Кушанский Надежно играет Первое преимущество, наверное, у Сокера сегодня Три в два И как же Далеко не очень успешно Распоряжается мячом, друзья Неизбежность-то Быстро сориентировалась Вернулась к своей позиции Ну, молодцы, конечно В обороне сегодня Пока что удается все А вот пока я хвалил Едва ли мы не увидели забитый Сокера И был бы счет 1-1 Матюша На Сичкаря Снова Сичкарь с мячом Финтит, играет по пробке на Матюшу Перехватывает Роман Масиенко Но от кого будет ускорение сейчас? Да некому ускоряться Апушанский Зарицкий классно разворачивается И Небывал неплохо Видит Галецкий Что немножко там завелся Как я понимаю Сичкарь Алексея И просит его успокоиться Потому что это может все закончиться Нехорошо Для неизбежности Зарицкий Да и по-моему на травме Алексей подхрамывает Вот что Максимально стоит Обратить внимание И я понимаю Желтая карточка будет Да Сичкарь получает Желтую карточку За 5 минут до конца Зарицкий на Кульмасийского Удар пришелся прямо в Матюшу Строян Снова Масиенко Подоховский Не удается выбить мяч Из подворот Только что мы могли видеть Второй забитый мяч Неизбежности Когда казалось бы Сокер должен Дожимать Своего соперника Потому что им нужнее Гол А вот на контратаках Неизбежность Один момент Да уже нашла Вот сейчас Что будет Петроян Масиенко Но О, друзья Ошибка неизбежности И неприятно Неприятно получать такой мяч Пропускать И 1-1 у нас Есть что сказать Мгалевскому роману Я прекрасно понимаю Ну и к сожалению Недостаток освещения Обеспечит нам еще Хуже фотографии Ну, тут уже вопрос На самом деле Тем, кто Держит это поле А на секундочку У неизбежности 5 фолов Я думаю, что именно Это и вынудило Так На повышенном градусе Общаться тренера Со своей командой Потому что Понимает он Зачем это нужно Вообще Сейчас Рудышин Решил попробовать С левой ноги пробить Лапушанский Сидерский Просто выбивает Зарицкий Снова на вынос Кач на Хохлова До Рудышина Передача не дошла Зарицкий на Трояна Ставит корпус Кальматицкий Трояна Зарицкого Масиенко Контролирует Сокер Мяч Но я вам скажу Что ждет Идет какой-то Свой момент Неизбежность И он будет Однозначно он будет Если будут Конечно расслабляться Где-то увлекаясь В атаку Сокер Примерно Две с половиной Три минуты Осталось играть И максимальная Интрига Этой встречи Сейчас на ваших глазах Троян По Кальматицкого Зарицкий на Масиенко Тотальный контроль Сейчас от Сокера Кач Очень надежно Прямо на линии Видел судья Этот эпизод Полностью Катаховский Кальматицкий играет Пасту На Трояна И Лишь только По той причине Что слабовато Была данная передача Удалось ее Перекватить 14-му номеру Команда Неизбежность Лапушанский На Трояна Владимир На Зарицкого Александр Диагональ На Кульматицкого Снова Троян Опасный момент И отчасти Делает сейф Сейчас Ткач Не было У нас касания Не до конца Не до конца Доглядел я Этот эпизод Сиенко Роман Адает на Трояна Как же подстраивался Под левую ногу И не попал Владимир Но момент Не утерян Три Три Футболиста Почему не пас Я думаю Что Рома Просто соскучился Тот хотел ударить Троян Считали Эту передачу Владимира Просели Сейчас в обороне Неизбежность Чудо Но вам подстраховывает Осиюг Матиенко Зарицкий Снова на Матиенко Лапушанский На Зарицкого Ну а здесь уже удар Такое себе И время близится к концу Неужели будет 1-1 Тут же считанные секунды Остаются Как я понимаю Кодоковский Принимает передачу Ткача Осиюг Свидерского Это выше И звучит Финальный свисток Этой встречи 1-1 Боевая нища Вот так он и заканчивается 13-й тур Субтитры подогнал «Симон»